В эфире «Панорама Севера» в студии Елена Гончарова. Здравствуйте! Дороги связывают центр с окраинами. Таковыми являются отрезок улицы Гагарина от проспекта Ломносова до обводного канала. Это единственная дорога на Соломболу и на Сульфат. Но, как видите, стараемся, делаем, выравниваем. Последний раз ремонт дороги на улице Гагарина проводился в 2009 году. С тех пор движение большегрузного транспорта и растущее с каждым годом число машин привели к износу верхнего слоя покрытия. Сейчас дорожники стараются привести этот участок протяженностью 2,5 километра в норму. Надеемся, что вот этот участок, который от Призмостной до Ломоносова, во вторник мы полностью сдадим уже под движение машин, чтобы снять уже эти ограничения, которые сегодня есть. То есть, вот я думаю, что во вторник закончим улицу Шабалина. Несмотря на то, что дорожная техника вызвала задержки в движении, никто из автолюбителей не жалуется. Важность ремонта понимают все. По сравнению с предыдущими годами, конечно, стало лучше состояние дорог. И особенно, вот я как автомобилист, например, достаточно хорошо знаю вот именно эту улицу Гагарина. И она была не в лучшем состоянии. Но сейчас я надеюсь, что ее отремонтируют, все будет отлично. В выходные началась укладка асфальта на улице Гагарина и улице Шабалина. На следующей неделе начнется ремонт на отрезке набережной Северной Двины от улицы Поморской до Роза-Люксембург. А в конце августа будет отремонтирована площадь профсоюзов. Все ремонтные работы на обозначенных участках будут выполнены к 3 сентября. Инга Швецова, Алексей Шаршов, Сергей Минин. Панорама Севера. Сегодня представители мэрии Архангельской и подрядной организации АЭМ Констракшн подписали акт передачи стройплощадки в Цыгламене для возведения 13 секций жилых домов. Контракт на общую сумму 490 миллионов рублей предусматривает строительство 13 домов на улице Цыгламенской. Общая площадь жилых помещений более 11,5 тысяч квадратных метров. Квартиры будут распределены между очередниками. Сюда переселятся жители из 41 аварийного дома. В мэрии города выдано разрешение на строительство и сегодня подписан акт передачи стройплощадки застройщику, что позволяет ему в ближайшее время начать подготовительные работы на самой стройплощадке, а именно установку ограждения и завоз материалов, то есть наполнение стройки уже именно стрительными материалами. Также идет процесс заключения контрактов у данного генподрядчика на поставку домокомплектов и завозки сваи. Свой профессиональный праздник строители отметили 10 августа. В этот день в Архангельске честовали маляров, стропольщиков, каменщиков, архитекторов, крановщиков, зодчих поморья всех тех, кто создает облик всего региона. Рассказывает Виктор Кузнецов. У Дня строителя, как и у любого праздника, есть свои традиции. К этой дате сдаются новые объекты, школы, больницы, мосты, жилые дома. Не случайно в этот день принято не только отмечать лучших в профессии, но и подводить итоги. Компания, которую возглавляет Василий Томанец, успешно работает в последние годы на строительстве социального жилья. Четыре объекта были сданы, закончены и введены в эксплуатацию. Мы гордимся этим. Самое главное – это чувство ответственности руководителей, руководителей организации. Если есть чувство ответственности, они достигают цели и в сроки сдают объекты. А легко ничего не бывает. Цену успеха в профессии знает и бригадир ремонтно-строительного участка Новодвинского предприятия «Тачсервис» Александр Круглов. Начинал простым строительным рабочим 40 лет назад. Последние годы занимается ремонтом и возведением котлов. За многолетний и добросовестный труд он награжден грамотой Архангельского областного собрания депутатов. Ну что, приятно? Значит, что-то ценят на работе. Большие планы-то. В комбинате мы основательно работаем. Работы много. ТЭЦ-1 обслуживаем. Если вы знаете, да, ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 комбинаты. Все хорошо у нас идет. Я думаю, что поработаем. День строителя – это еще и время намечать новые планы. Ваши успехи, ваш профессиональный вклад для нас очень важен и очень значим, актуален на сегодняшний день. Сегодня стоят серьезные задачи, поставленные президентом Российской Федерации, по увеличению темпов жилищного строительства, по созданию новых промышленных объектов, по созданию социальных объектов. И в этом ваша основная задача на ведущие годы. Планы перед строителями стоят масштабные. Только по федеральным программам в области предстоит расселить 270 тысяч квадратов аварийного жилья к 1 сентября 2017 года. Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Панарома Севера. В Архангельске продолжается обсуждение нового областного закона о местном самоуправлении. К 19 августа проект должен быть подготовлен и внесен губернатором в областное собрание. В Поморской столице за сохранение прямых выборов уже высказались депутаты Гордумы, представители городского совета ветеранов, молодежных организаций и образовательных учреждений. Сегодня слово деятелям культуры. Хотя проект областного закона о местном самоуправлении до сих пор не обнародован, его главная идея ясна. В Архангельске хотят ввести должность сети-менеджера, границы ответственности которого также размыты, как и название должностной единицы. Ведь в отличие от избираемого народом главы города, сети-менеджер назначается специальной комиссией. Что будут за люди в этой выборной комиссии, которая будет назначать практически? То есть это очередное, я считаю, назначение чиновника, которых и так очень много, которое вот повлечет за собой такое размытие ответственности. Поэтому лично мое мнение, я знаю, что многих моих знакомых, то, чтобы все-таки та демократическая система, которая существует, она осталась. На сегодняшний день горожане подходят к выборам с большой ответственностью и по-настоящему дорожат своим активным избирательным правом. На последних выборах мэра Архангельска явка превысила 56%. Тогда за действующего градоначальника проголосовало более половины избирателей. Самый большой минус, на мой взгляд, это то, что назначаемый сети-менеджер не несет никакой ответственности перед горожанами. А избираемый мэр – это более демократичная и такая жизнеспособная система управления. И мне кажется, у каждого из нас, горожанина, должно быть свое право реализовано, право выбора руководителя города. Право избирать и быть избранным закреплено Конституцией Российской Федерации. Вполне возможно, что разрушение эффективной системы управления и принятие скоропалительных решений отбросит развитие города на десятилетия назад. Любые преобразования, они отвлекают неким образом внимание от насущных проблем, которые существуют всегда, есть и будут всегда. Ну и требуют дополнительных ресурсов, в том числе финансовых. Вообще, я считаю, что мы способны, мы можем и мы должны выбирать мэра самостоятельно. Возможно ли искусственно отменить выборы мэра? Пожалуй, решающим в этом вопросе должно быть мнение самих избирателей. Елена Гончарова, Екатерина Грициенко, Алексей Шаршов, Панорама Севера. Сегодня, 11 августа, в Архангельске стартует акция «Собери ребенка в школу». Как сообщил журналистам на пресс-конференции главный судебный пристав Архангельской области Дмитрий Лабазов, среди несовершеннолетних детей, в пользу которых выплачиваются алименты большинства школьников. Подробности в нашем следующем сюжете. Почти 3 миллиарда рублей. Такая сумма взыскана управлением службы судебных приставов в течение первого полугодия. Руководитель ОФССП по Архангельской области Дмитрий Лабазов подчеркивает, главная и наиболее позитивная тенденция в работе службы – завершение судебных решений их фактическим исполнением. В первом полугодии 2014 года у нас на исполнении находилось порядка 466 тысяч исполнительных производств. Фактическим исполнением окончено почти 160 тысяч исполнительных производств. Это на 9 тысяч исполнительных документов больше, чем в аналогичный период прошлого года. Взыскание алиментов у службы на особом контроле. Сотрудники ОФССП России по Архангельской области констатируют снижение количества исполнительных документов по алиментам. По сравнению с прошлым годом их стало меньше на 2 тысячи. По статистике, большая часть лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, лишают содержания детей именно школьного возраста. А потому с 11 августа в Архангельске стартует акция «Собери ребенка в школу». Именно в этот период времени мы постараемся внимание акцентрировать как и свое, так и ваше. Стандартные рейды, которые будут проходить постоянно и с привлечением средств массовой информации. Аресты, проверки бухгалтерии в массовом порядке – вот этим вопросом мы будем заниматься постоянно. Специалисты службы судебных приставов призывают граждан следить за наличием задолженности. Особенно это актуально в период отпусков. Узнать о своих и чужих долгах и штрафах можно на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, пройдя по закладке «Банк данных исполнительных производств». Екатерина Грицыенко, Ольга Красулина, Панорама Севера. В рубрике «Вопрос дня» мы продолжим тему неуплаты алиментов. Цель акции «Собери ребенка в школу», которая стартовала сегодня – напомнить родителям, что нести затраты по экипировке в школу обязаны оба родителя, даже если они по разным причинам не живут вместе. И сегодня мы решили спросить у наших горожан, как, по их мнению, можно заставить родителей алименщика помогать своему ребенку. Я считаю, вопрос касается детей, поэтому меры радикальные. Может быть, закрыть им выезд и как-то взимать? Я считаю, что их лица нужно размещать на рекламных баннерах, выставлять на вид, помните, как в СССР было? На Чумбаровке, его в центре лицо, там, на ЦУМе, на высотке, пусть все знают, по телевизору рекламу пускать. Я считаю, что, прежде всего, нужно бороться с этим при помощи административных действий. А в случае, если административные меры воздействия не помогут? Не выпускать из страны. Существует имущество, арест имущества, счета, ограничения разные, всякие. Но, в принципе, по выезду за границу они и так существуют. И этого, если не хватает, ну, а если с чека взять нечего. Что с ним сделать? Ну, ничего не сделай. Для меня это непонятно. Я, пардон, детям не только алименты, а еще и по квартире всем сделаю. Трое детей, два обеспеченные, третий, вот, я думаю, тоже не оставлю детей. Ну, а так я не знаю. По-моему, это самое жесточайшее уголовное мере. Вплоть до 10 лет. Наркополицейские регионы пресекли попытку сбыта особо крупной партии так называемых дизайнерских наркотиков. Молодые люди из разных регионов России намеревались организовать в Архангельске сетевой сбыт наркотиков через интернет. Склады были сделаны в разных районах города. Сейчас изъятые наркотики общим весом в 4 килограмма отправлены в лабораторию на исследование. В число дизайнерских смесей входят соли, курительные смеси, реагенты для их изготовления. По факту приготовления к сбыту наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Виновным грозит наказание на срок вплоть до пожизненного лишения свободы. Распространение курительных смесей в Архангельской области носит острый характер. За последние годы значительно возросло число людей, потребляющих эти вещества. Настораживает факт то, что несовершеннолетние вовлекаются в этот бизнес. По итогам 2013 года в учреждение здравоохранения на учет было поставлено 109 несовершеннолетних, злоупотребляющих курительными смесями. Еще год назад их число было в 7 раз меньше. Юбилейные медали в честь 70-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков были вручены котлошанам, ветеранам Великой Отечественной войны. Подробнее в материале наших коллег из Котлоса. 58 котлошан в военные годы принимали участие в боях за освобождение Белоруссии. До наших дней дожили 16 человек и только трое ветеранов пришли сегодня в Котловский военкомат на торжественное вручение медалей. Остальным, с учетом состояния их здоровья, награды вручат дома. Событие, которое прошло крупным планом в истории нашей страны. Это момент освобождения Белоруссии. Вы непосредственные участники. И глава правительства Белоруссии учредил памятную медаль, посвященную 70-летию освобождения Белоруссии. 70-е годовщина начала операции «Багратион», завершившейся освобождением Белоруссии и половины Польши, отмечалась 24 июня. Наступление советских войск в 1944 году в Белоруссии было тем главным событием, которое во многом предопределило успех всех последующих операций на Советско-Германском фронте и оказало существенное влияние на дальнейший ход всей мировой войны. Награды, учрежденные главой дружественного государства, даже до нашей северной глубинки дошли быстро. Прошло чуть больше месяца. Поздравляю вас. Спасибо. Сотрудники военкомата вручили цветы ветеранам и пригласили их на чай. Василий Петрович Югов рассказал, как после капитуляции фашистской Германии дальше ему довелось воевать с Японией. Я, как был в разведывательном группе, было поставлено задание разыскать пути для артиллерии. Пехота проходила, мы на скалу зашли, и, видимо, японская разведка сообщила, и налетела авиация, и нас сбросила в эти скалы. И там я получил убедщики на всю жизнь. И еще одно важное событие произошло на этой встрече. Была вручена не юбилейная, а боевая награда, которая шла к своему герою почти 70 лет. Плешков Алексей Андреевич. 2 декабря 1944 года приказом 343 награжден государственной наградой, орденом Красной Звезды. Эта награда дошла только сегодня. К сожалению, его нет среди нас живых. И в качестве памяти об этом мы вручаем удостоверение государственной награде его дочери Швецовой Дамарии Алексеевне. День физкультурников по морю отметили массовыми соревнованиями и выходом на спортивные мероприятия по сдаче возрожденных норм ГТО. Участие в празднике приняли все муниципальные образования области. О том, как это было в Архангельске, в материале Виктора Кузнецова. День физкультурника появился в нашей стране еще в 1939 году. Как и 75 лет назад, сегодня праздник призван способствовать массовой пропаганде физической культуры и спорта в России. Вернуться к достижению физкультурного движения еще только предстоит. Этому будет способствовать возрождение всероссийского комплекса норм ГТО. Он разработан и уже реализуется как эксперимент в ряде субъектов нашей страны. По морю идет его активная пропаганда. Готовимся к тому, чтобы в тот момент, когда начнется официальная сдача нормативов ГТО по всей стране, у нас уже огромное количество жителей от мала до велика получили бронзовые, серебряные, золотые значки. Мы возвращаемся к тому хорошему, что всегда ковало нацию. Ведь нация должна быть здоровой, она должна быть целеустремленной. А здоровье и вот эта готовность в одном порыве вместе доказать, что ты лучше, быстрее, сильнее, умнее, в конце концов, это ведь все проявляется в таких дисциплинах, как спорт. Доказывать необходимость занятий спортом губернатор взялся на личном примере, попробовав свои силы в нескольких дисциплинах. Программа праздника была насыщена. Тесты на гибкость, прыжки в длину, поднятие гири, подтягивания. В принципе, город Архангельск, он спортивный город. Народу где-то хочется себя не показать, то есть не просто на велике проехать, но и посмотреть, на что человек способен. День физкультурника – это праздник массового спорта. Поэтому на стадионе труд, помимо сдачи норматива в ГТО, прошли соревнования по волейболу, легкой атлетике, мини-футболу, пулевой стрельбе, дартсу, теннису и флорболу. Елена Матвеева, Виктор Кузнецов, Сергей Минин, Панорама Севера. Наталья Подольская – вице-чемпионка мира. В Москве завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каное. В женской эстафете байдарочниц 4 по 200 метров, женская сборная России в составе Натальи Подольской, Елены Тереховой, Натальи Лобовой и Анастасии Панченко показала второй результат. Наши девушки проиграли полякам меньше секунды. Продолжим спортивную тему в рубрике «Открытый город». В рубрике «Открытый город» прямые трансляции самых важных и интересных событий Архангельска. 8 августа на телеканале ПС состоялась прямая трансляция благотворительного турнира по мини-футболу среди юношей Архангельск-Донбассу. 39 команд играли на четырех площадках стадиона труд. Победителем турнира стала команда «Архангел». Более 300 участников благотворительного футбольного турнира принесли игрушки, тетради, карандаши в помощь маленьким жителям Донецка и Славянска. В этом году они идут в школу в Архангельске. День физкультурника в прямом эфире телеканала ПС. Тысячи поклонников спорта и здорового образа жизни собрались в этот день на стадионе труд. Кульминацией спортивного праздника стал финальный матч розыгрыша Кубка Архангельска по футболу, в котором встретились его восьмикратный обладатель, футбольный клуб «Рома» и команда «Регион лес». Победу одержала команда «Рома» со счетом 3-2. За спортивным накалом следили и зрители телеканала ПС. А 10 августа с экранов телевизора в течение 7 часов можно было наблюдать за футбольными баталиями на Полярной-2. Там состоялся турнир по мини-футболу «Саламбальский мяч». Организатор турнира – региональная ассоциация инициатив развития малого и среднего предпринимательства. Победителем турнира стала команда «Северная Двина». Видеозаписи концертов и праздничных городских мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 65 63 26. В заключении выпуска информация о курсе валют. По данным Центробанка на 12 августа. Доллар США 36 рублей 5 копеек. Евро 48 рублей 29 копеек. С новостями к этому часу вас познакомила я, Елена Гончарова. Всем удачи и побольше солнечных летних дней. Оставайтесь на телеканале ПС. 12 августа в Вильске ожидается малооблачная погода, температура воздуха от 22 до 26 тепла. В Котласе пасмурная, плюс 23 градуса. В Мирном – переменная облачность, температура воздуха от 21 до 25 тепла. В Новодвинске 12 августа небольшой дождь, температура воздуха от 18 до 22 тепла. 12 августа в Архангельске ожидается облачная с прояснениями погода, днем небольшой дождь, ветер юго-восточный и южный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью плюс 10-13, днем от 21 до 24 тепла. Атмосферное давление будет падать. Тип погоды второй – благоприятный. Тип погоды второй – благоприятный.